опять же мне пришлось разложить из каждого участка сорвал по две ветки средние посчитал количество бобов и такая вот картина получилось общая по количеству бобов на 100 тысячах у нас это среднее получилось 100 там даже 103 где-то 100000 на 200 тысячах у нас 73 100 это 40 45 400 у нас 30 35 получается где-то так и 500 у нас 20 20 до 25 штук на растение на 500 тысячах то есть вот такая вот картина она говорит сама за себя здесь все видно 100000 такие вот бобы есть проблема как я уже говорил что обламывается боковые стебли за своей тяжести то есть вот они даже у час понимая стебель он обламывается если эти боковые ветви они ни на что не опираются ну возможно что это как бы особенность может быть сорта может быть есть сорта которые более более крепкие в ветлении то есть так это у нас 200 тысяч то есть на порядок уже по по количеству бобов нарасти не меньше здесь 70 40 45 45 это уже 300 тысяч 400 это до 25 25 то есть 25 так 400 тысяч то у нас получается 30 35 и 500 это у нас где-то 25 вот такая вот раскладка визуально все видно визуально виден эффект видно что примеру там где загущенный посев уже силы не хватает уже бобики желтеют уже есть проблемы в нижнем ярусе то есть листья только на макушках то есть со снижением со снижением нормы видно что и боб крупнее но и с питанием все отлично даже независимо на то что есть сырники я не могу сказать что их много но они есть именно на 100 тысячах на 100 и на 200 тысяч конечно же они являются конкурентами если к примеру рядочек собрать то эффект будет другой конечно и посев будет чище потому что редки сомкнуться в итоге вот такая вот картинка сегодня у нас 20 августа зоя пока зеленая чаще всего мы в этом период уже начинали убирать вон на горизонте ветвейцы участки более желтые хотя там также вносились удобрения селитра была внесена вот так вот такой вот эксперимент такой вот